Пятый канал представляет Николаша учится в институте цифровых... Ну, в общем, он тебе сам... Я учусь в институте цифровых технологий Да, я понял Мы с моей подругой Надей занимаемся разработкой мобильных приложений И столкнулись с проблемой, сами решить не можем Ну, понятно, и так на пальцах-то не решишь, надо ход смотреть Ну, я же вы здесь совсем рядом, если у вас есть время Да, надеюсь, вы справитесь А у меня еще дела Ну, пока-пока Да, хорошо, пойдемте Пойдемте Ой, какая красота Да, и так все дорого Первую версию приложения мы с Надей выпустили год назад Оно называется «Мой путь» На основе тестовых вопросов приложение определяет истинное предназначение молодого человека Ого, ну и как, есть спрос? Да, мы сами не ожидали Расходятся, как горячие пирожки Круто Но сейчас мы хотим все апгрейдить и выпустить вторую версию Хотим учитывать внешность, тип фигуры и тому подобное Но вот тут засада А что не так? Да все не так Слишком много переменных Движок программы не тянет Понял Осторожней Извините Ну, значит, нужна оптимизация ресурсов Что случилось? Наверное, Надя сидит в наушниках Есть у нее такая привычка? А у вас ключа нет? Есть Ну, так Ну, у вас тут, кстати, что-то дымом пахнет Да? Ну, вроде да Надя! Тихо! Тихо, Николай! Кто с ней? Не трогайте, пожалуйста, ничего Она мертва Нет! Спокойно Не может быть! Выпейте воду Как так-то? Юрий Ильич, ну, что скажешь? Дима, в моей практике это впервые В результате взрыва смартфона Осколок стекла от экрана Пробил глаз И вошел прямо в мозг Так что смерть была практически мгновенной Время смерти? Девять часов вечера Ну, плюс-минус полчаса Ну, это похоже на несчастный случай Кузя, а смартфоны вообще от чего взрываются? Взрываются аккумуляторы Да потом это бывает крайне редко Если только смартфон серый Не знаю, от какого-нибудь левого производителя Нет, не может быть! Это же новый смартфон, последняя модель Я бы только-только в интернете купил Вот упаковка, чек Значит, Надя получила заказ А в какой компании покупали, Николай? В Альфатуб Это же известная компания Ну да, Альфатуб Давно на рынке у них хорошая репутация Что делать-то теперь? Николай, пожалуйста, успокойтесь Мы во всем разберемся Надю, это не вернет Ну что, орлы Поздравляю, вышли на новый уровень Доросли до гаджетов убийц Я теперь трижды подумаю Включат ли телефон или нет Ну, бывает, что и швабра стреляют Че теперь? Полыни мы, что ли? Так-то у нас был и кей стрелял Точно, лучше не вспоминать Давайте к делу Что по экспертизе? Да ничего, Андрей Борисович Никаких посторонних отпечатков Или чего-то подозрительного В квартире Николая не обнаружено Так что я думаю, что все ясно Да, взорвавшийся смартфон мы изъяли Но от него мало пользы Он восстановлению не подлежит И что, это все? Нет, есть еще видео с камеры наблюдения У дома Николая Вот, Андрей Борисович Смотрите Судя по всему, это и есть тот самый курьер Из интернет-магазина Который доставлял Надежде смартфон Сейчас немножко промотаем Вот мы с Николаем подходим Вот мы с ним столкнулись Вот, я прогнал через систему распознавания лиц Но она его не идентифицировала Ну что, списываем все на несчастный случай Не, ну так-то у несчастных случаев Тоже виновники имеются Ну вот, компания Альфа Туб Занимается продажей бракованных трубок Верно? Смартфонов, то есть Значит, огромное количество жизни что? Находится под угрозой Ну подождите, Павел Ильич Компания Альфа Туб Давно на рынке У них хорошая репутация Я не думаю, что Я вот этот смартфон у них покупал Володя Репутация – это дело скоропортящиеся Паша, Дима Давайте идуйте в этот Альфа Туб И досконально во всем разберитесь Что там да и как Ну вот я к тому же Поехали А скажите, пожалуйста Сколько лет вы работаете Начальником отдела доставки? Послушайте, я в Альфа Тубе Работаю уже 15 лет А начинал здесь курьером У меня не было никогда никаких нареканий Послушайте, мы вам говорим Что этот смартфон Был куплен на вашем сайте И стал причиной гибели человека Есть основания полагать Что он из серой контрафактной партии? Есть основания полагать Что это чушь Компания торгует Проверенным сертифицированным товаром Мы на рынке 20 лет Нас многократно проверяли Вот Пожалуйста Подобного заказа нет А что, чек не ваш? Такой чек элементарно подделать Так, ладно Тогда давайте посмотрим Скажите, пожалуйста Работает у вас Такой человек Да вы что, шутите что ли? У нас в курьерах Молодые симпатичные ребята Все в официальной униформе Все трудоустроенные У нас нет никаких нелегалов Нам придется проверить ваши слова Так что Все личные дела ваших сотрудников Будьте любезны В графиках работы Да ради бога Проверяйте сколько хотите У нас все честно Нам бояться нечего Николаша Открой, это я Нора Леонидовна Оставьте все меня в покое Уходите Николай Так нельзя Да Разрешите, Андрей Борисович Заходи, Володя Что, есть новости? Да Слова менеджера Зайцева полностью подтвердились Я проверил курьерскую службу Все чисто А что с заказом? Вот, смотрите Заказ Николая к ним действительно не поступал В момент, когда Николай делал заказ Произошло перенаправление на фишинговый сайт Фишинговый? Ну фиш-то это я знаю, рыба Ну да, это такая Типа удочка для простаков Это фальшивый сайт Который выглядит в точности как настоящий Но Николай-то не простак Он же сам из программистов В том-то и дело, Андрей Борисович Все было выполнено на высочайшем профессиональном уровне Причем этот фальшивый сайт сразу же удалили Хотя, как говорится, интернет помнит все Я попробую вычислить хакера, который это сделал Хотя это будет непросто Значит, что мы имеем? Николай делает заказ на фальшивом сайте И фальшивый курьер привозит ему фальшивый смартфон И получается, что курьер и есть убийца Либо его сообщник При том, что смартфон настоящий, Андрей Борисович Только, я думаю, перепрограммированный На неправильную работу аккумулятора Что и привело к взрыву Ну что, такое возможно? Ну, теоретически, да Но в любом случае, мы имеем не несчастный случай А спланированное убийство От взрыва, заказанного через интернет смартфона Погибает Надежда Кудряшова Выясняется, что в компанию Альфа Туб Торгующую смартфонами Такой заказ не поступал А курьер, доставивший смартфон Компания не числится Дело о несчастном случае Переквалифицируется в дело об умышленном убийстве Да, Нора Леонидовна Володюшка, беда Николаша закрылся в квартире Дверь не открывает Звонки сбрасывает На него так подействовала смерть Нади Ой, ты знаешь, он такой молодой Такой эмоциональный Такой ранимый Его из как бы глупости не вышла Молодюшка, ты понимаешь, о чем я? Я понял вас Не переживайте, Нора Леонидовна Я все решу Спасибо Да, все решу Присаживайтесь Спасибо Может, на ты? Хорошо, давай Тогда без лишних предисловий Значит, смотри Надя погибла не в результате несчастного случая Это было целенаправленное убийство И я абсолютно уверен, что она хотела бы, чтобы ее настоящую убийцу нашли Поэтому ты давай соберись Возьми себя в руки и веди как мужчина себя, понял? Да я сам все понял уже Ну? Моя вина Как я только повелся, так на элементарной фишинге Успокойся, пожалуйста Ты не мог этого предвидеть Это могло случиться с любым, даже со мной Слушай Тогда целью был я Я же телефон заказывал Я бы его забирал, если бы дома был Не факт Чья была идея покупки нового смартфона? Ну так что мы решили насчет нового смартика? Мы решили, что деньги будем тратить разумно Они нам нелегко достаются Трупка хорошая, но цена плохая А что ты видишь в этом неразумного? Смартик последней модели Самый крутой и навороченный Если уж тестировать новое приложение То только на нем Вообще да Логика есть Ну так и что? Ну ладно Придется потратиться То есть вы активно обсуждали покупку дома И значит вас спасли А камера на ноутбуке у тебя, конечно, подключена Подключена? Ну и все Я все защиты поставил Да? Давай-ка проверим У меня есть одна программуля Я ее сам написал Она мне очень нравится Секунду Смотри Говоришь все защиты? Ух ты ж Вот гадство Так, получается за вами следили и знали, что тебя дома не будет И тогда целью могла быть именно Надя Ну почему она? За что? Этого я не знаю А были у нее враги, которые, ну там, с хакерскими способностями? Надюш Ну Ты безнадежно отстала от жизни Свободные отношения сейчас в тренде Я отстала от жизни, а ты отстань от меня, не до ума Чего? Остынь, Славик Слышь? Да пошел ты Доходчиво объяснил Руки убрал У меня еще оба пожалеете Понимаешь? Да меня Надя встречала со Славой С параллельного потока Он такой из мажоров На спортивной тачке гоняет Но при этом программист, он талантливый И больше вы с ними не пересекались? Пересекались? Да не, а три назад О, Колян Как сам? Как с Надей? Типа все серьезно, да? Типа да Ну поздравляю А я, короче, на неделю на автогонке в Москву А сессия? Да, а что мне сессия? Они все равно задним числом все поставят То есть больше Слава агрессии не проявлял? Нет Ну он мог же и притворяться, а? Так вот Вот почему моя теща камеру на ноутбуке Скотчем крест-накрест доклеивает Так ты Передай своей тёсе Что скотч это ненадежно А медицинский пластырь О! Какие вы громкие, а? А что сразу фанеру-то не забьете? Слушайте, вы сейчас договоритесь до того Что лучшее средство отслежки через ноутбук Это гидравлический пресс Ну что, обсуждаем? Самые актуальные насущные вопросы Как бы подстраховаться, но не перестраховаться? Ну, страхуются обычно пессимисты А вот страхуют оптимисты Что по новому фигуранту? А вон он, Андрей Борисович Левашов Вячеслав, 20 лет Он студент Санкт-Петербургского института цифровых технологий Сам он из Москвы У него богатые родители Они ему купили здесь квартиру Значит, в институте он появляется редко Прогуливает Но его терпят за талант И за то, что он постоянно защищает честь института на автогонках Короче, он автогонщик Да, и я пробил его айпишник Он довольно часто атаковал ноутбук Николая Так что, возможно, и к камере он подключался Ну, так вот, я и говорю Это же наш персонаж Ну, а где сейчас, Вячеслав? Ну, по идее, должен быть на соревнованиях в Москве Но мы позвонили в оргкомитет гонок И там нам сказали, что он туда заявился А сам не явился И у родителей он не появлялся Ну, если, конечно, они говорят правду Да, и судя по камерам наблюдений возле его дома Он три дня назад вышел из дома Сел в машину и уехал в неизвестном направлении А что с его телефоном? Андрей Борисович Если бы он не был выключен, я бы сказал его геолокацию Логично? Так, но я нашел видео тут в соцсети В одной из групп, знаете, такие Типа разборки на дорогах Вот, месяц назад снято Гражданка, пройдемте в машину Руки украл Гражданочка, ведите себя Корректно Сейчас Пройдемте, пройдемте Сама, сама пойду Хорошо Инспектор, ну что за ерунда-то, а? А что это за дерзкая девчонка рядом с ним? Это очередная пассия Вячеслава Виктория Добрынина Она известная стритрейсерша Кстати, штрафов у нее сколько в этом году? Да на полляма Только в этом году Ого Да денег девать некуда Да конечно, родятся с золотой ложкой во рту Понимаешь, а потом вот гоняют, как сумасшедший Тимур имеет в виду, что у нее тоже богатые родители А, так вот, значит, геолокацию ее телефона я пробил Она сейчас в районе дома И вот мы думаем, может Вячеслав у нее прячется Так а что сидим-то? Тимура Тумба, давайте-ка живо на адрес И если этот гонщик там, не упустите его Мы своего не упустим И не своего тоже Слав, я думаю, тебе надо пойти и сдаться Викусик, а давай ты не будешь думать Это не женское дело Блин, почему я тебя до сих пор терплю, а? Потому что любишь Здравствуйте Какая у вас машина хорошая? Да Вячеслав А мы вот из полиции, хотелось бы поговорить Так, стоять, стоять Вышел от машины Стрелять буду Что, далеко собрался? За что вы его? Он ни в чем не виноват Не виноват прекрасно Поехали с нами в отдел А невиновным у нас там почет и уважение Чай, кофе, вот молодец А то бы поехал, мы бы тебе машинку бы твою продырявили Давай, давай А машинка-то хорошая Вот мне бы такую, а? Да честное слово Да я уже сам собирался ехать в полицию Вика может подтвердить Ну да, собирался, да не собрался Ускорять вас пришлось Я так понимаю, Вячеслав Вам есть что рассказать? Слушаем вас внимательно Я никак не мог этого избежать, понимаете? Я не понимаю, вы уточните Викусик Я тебе сейчас фотки скину, любуйся Кто нарцисс? Я ничего не мог сделать, он выбежал перед самой машиной Что было дальше? Да, дела, блин Я себе слово даю, что больше гонять не буду А то вот так поедешь, а там не мужик, а женщина с коляской А, спасибо, утешила А что я могу сделать-то? Время, что ли, назад отмотать? Мне надо где-то пересидеть, переждать Обдумать все Ну, оставайся у меня, родители-то на даче Но я тебе сразу хочу сказать, что это нездоровая ерунда Тебя найдут И будет хуже Не каркай, а Раскласс любопытный Но мы от вас слова ждали другого Другого? А что можете сказать по поводу смерти Надежды Кудряшовой? Что? Надя умерла? Она не умерла Она была убита Да я-то тут при чем? Мы знаем, что перед расставанием у вас возник острый конфликт, так? Ну да, было дело Но я потом жалел, я... Я хотел помириться Кать, подожди Что? Слушай, а вы же с Надей друзья Ну, одноклассница, бывшая, там все такое И что? Слушай, а... Помири нас с Надей, а? Я сглупил Теперь жалею Думаешь, так просто? Ты руку на нее поднял Детские травмы пробудил Раны прошлого так просто не заживают У нее еще та семейка была А еще это наша банда Какая банда? Она не рассказывала? Нет Мы в 14 лет с ней попали в герлс бэнд Воровали в супермаркетах Обчищали прохожих А потом Через два года Нашу лидершу Марьяну посадили И мы завязали Но мы успели насмотреться всякого на всю жизнь Где-то за день до ссоры Мы с Надей гуляли Ну, я у нее зазвонил телефон Она ответила Марьяна И сразу ушла в сторону На мои вопросы отвечать отказалась Но я решил Раз у нее есть свои секреты Значит, у меня будут свои А вы до сих пор Сохранили теплые чувства к Наде? Все в прошлом У меня теперь Вика, я ее люблю Ну, а хакерские атаки На ноутбук Николая Зачем совершали? Ну, глупо, да Просто у меня тогда Еще к Наде не все остыло Ну, я решил узнать Как она там с Николаем Чем он, собственно, лучше меня Да я потом прекратил Я вам клянусь Так, пришла информация по сводкам Такое ДТП действительно было Нашли свидетели Но Вячеслав мужчину не сбивал Тот, мягко говоря, был нетрезв И сам упал на дорогу Тьфу ее Так что мы, невиновного взяли? Ну, уезжать-то с места происшествия Он все равно не имел права Ну, это да Но я практически уверен Что он к смерти Надежды Не имеет никакого отношения Не понимаю я Ну, не нахожу я никакой информации Никакая Марьяна К суду не привлекалась По делу о подростковых бандах В то время С помощью взрыва смартфона Убита Надежда Кудряшова По подозрению В причастности к убийству Задерживают ее однокурсника Вячеслава Левашова Но он все отрицает Под подозрение попадает Марьяна Главарь подростковой банды В которую когда-то входила Надежда Но в базе Никаких данных о Марьяне нет Никакой привет Ну, как ты там? Держишься? Держусь Начал работать Новая версия приложения Будет называться Путь Надежды Хорошее название Наде бы понравилось Я, кстати, понял В чем у вас там был прокол? Отлично Да подъезжай, покажешь Ага Давай, сейчас приеду Так Вот, собственно, и все Вот это да Все так просто и гениально Ну, скажешь тоже До гениальности еще далеко Просто у меня опыта чуть-чуть побольше Да, кстати, хотел тебя спросить А у вас В разговорах с Надей Случайно не всплывало такое имя? Марьяна Марьяна? Ну, некая девушка из ее прошлого Я так счастлив Трудно было не заметить Не смейся, я серьезно Просто хотелось бы узнать о тебе побольше А это обязательно? Мало ли, что у кого было в прошлом Я же тебе ни о чем не спрашиваю Все-все Ты права У каждого есть свои баги в программе О прошлом Наде я практически ничего не знаю Но вот что думаю У нас во дворе жил парень На самом деле Вы звали Вася А он себя называл Максом Ну, просто так Для крутости Ну, понял тебя Понял То есть Марьяна, может быть Имя не настоящее Так Ну, что у вас? Ну, не бойтесь Не бойтесь меня обрадовать Я не обижусь Да вот, Борисович Сидим Голову ломаем То ли была там Марьяна То ли не было его вовсе Может, это просто подростковые байки Ну, какая-то же Марьяна Наде звонила Ну, вот, смотрите Вот у меня распечатка звонков Нет тут никакой Марьяны Слушайте, ну, про Марьяну-то рассказала Катя Может, все-таки она и есть на самом деле Марьяна Дим, ну, что Мы будем гадать на кофейной гуще Я предлагаю поговорить с инспектором По делам несовершеннолетних С капитаном Тихомировой А, с Леночкой? Ну, Елена Даниловна Я ее знаю Пойду позвоню К Леночке Что? Правильное решение Да Разрешите, товарищ подполковник Леночка, да какие церемонии Проходи, конечно Вот, присаживайся Сколько лет Сколько зим А ты все Хорошеешь А ты все такой же джентльмен Что такое случилось Что сами убойщики до нас не зашли Ну, уж прямо с не зашли Чем вы лучше работаете Тем у нас меньше работы Пожалуй Вот почему побеспокоила я тебя, Лена Нас интересует такая девушка Надежда Кудряшова Надя Помню ее Толковая девочка Вляпалась по глупости Я ее пригласила к себе Для беседы Так она мне тот же Нерабочий компьютер наладила Но я и решила ограничиться Строгим словесным внушением А в связи с ее делом Такая девушка Марьяна Не появлялась? Как же Так она Авдотья Никитина Ну, не нравилось ей Что ее зовут Дуня И вот и решила она Придумать себе Кличку Марьяна Ну, так и как она? Что с ней? Ну, дали ей тогда год условно И больше на глаза не попадалось Сейчас, извини Да Ну, а что, прям так срочно? Ну, хорошо Сейчас буду Прости, Леночка Должен идти Все, спешишь и спешишь, Андрюша Ну, что делать? Служба Поболтала бы я с тобой подполковник Да боюсь тебя супруга заругает Ну, вот так сложилось Да не может она быть Марьяной Павел Ильич У нее ни образования программистского Ни навыков Ну, это, дорогой мой Как известно, и Зайца Многому обучить можно Под нотарей смогла так-то Сомневаюсь, Паш Тут тоже все-таки талант требуется Конечно И мотив для убийства у Марьяны Не просматривается К тому же курьер, который принес смартфон Все-таки был мужчиной Ну, нельзя исключать, что курьер был случайным человеком Ну, просто наняли Ну, да Чего рассуждать, Тимур, а? Поехали и поговорим с этой Марьяной А добро Езжайте Красиво у вас тут Значит, вам имя Авдотья не нравится Вы хотите, чтобы вас называли Марьяной? Да, называйте меня Марьяной А сколько времени назад вы открыли салон Марьяна? Два года назад А что случилось-то? А скажите, с Надеждой Кудряшовой Вы в последнее время не созванивались? С Надей? Да Созванивалась Виделись один раз даже Ой, ну, Надя, ты вообще Такая взрослая А ты такая респектабельная Ну, так я бизнес-мон Ушла замуж Родила ребенка Дочку Кстати Назвала Надей Ого Открыла салон свадебных платьев Дела идут неплохо А как ты меня нашла? Ну, привет Я же тоже интересуюсь приложениями Открываю обзор новинок А там новость о твоем приложении Так, тебя и нашла Я с Надей взяла слово Что когда она замуж соберется Платье будет покупать в моем салоне Больше мы не виделись Так вот, с Еленой Даниловной Извините, Андрей Борисович Да, Николай Привет Мы можем сейчас встретиться? Есть серьезный разговор Дома не хочу, малые там еще жучки есть А, сейчас, подожди секунду Андрей Борисович Да Николай звонит Говорит, у него есть важная информация по нашему делу Просит встретиться Давай, езжай, Володя Ага А, Николай, скинь координаты, я сейчас подъеду Здорово, что за разговор? Привет, тут такое дело Ага Все, тихо Че, попал? Да, в руку Черт Сейчас, терпи, терпи Покажи Ладно, держи Сейчас я скорую вызову Ну, как ты раненый? Привет Привет Если бы не ты Был бы я не раненым, а убитым Да, перестань А так, пули на вылет Врач еще такой, типа, пошутил До свадьбы заживет Да, заживет Я думаю, что в меня тоже стреляли Потому что выстрела было два Ты не волнуйся, мы вооруженный пост поставили За дверью, будем тебя круглосуточно охранять В общем, я это... Ты рассказать что-то хотел Ну да Давай Ребятишки! Здравствуйте Здравствуйте Семен Петров, глава отдела разработок компании «Новый софт» Слышали про такое? Естественно И что вы хотите? Я хочу, чтобы вы сняли свое приложение с рынка Моя компания разработала аналогичное Конечно же, она круче вашего Но лишние конкуренты нам все равно ни к чему Вот еще Ничего мы убирать не будем А вы подумайте Вы кто? Букашки А мы корпорация, мы вас раздавим Жаль, что ты это сразу не вспомнил Мы сначала посмеялись Вот разборке угодил, как в девяностых А потом мы знали, что Семен из компании уволился И никто к нам больше не приставал Целый год уже прошел Я уж и забыл От взрыва умышленно перепрограммированного смартфона Погибает Надежда Кудряшова Она вместе со своим парнем Николаем Павловым Занималась разработкой популярного мобильного приложения Под подозрение попадает глава отдела разработок крупной компании Семен Петров Который видел в ребятах опасных конкурентов Петров Семен Михайлович, 27 лет, не женат Он действительно около года назад уволился из компании «Новый софт» А эта компания солидная, имеет филиалы по стране Ну и что у нас есть на него криминального? Андрей Борисович, биография у него пестрая Он в 12 лет увлекся информационными технологиями Я, кстати, тоже примерно в этом возрасте Но суть не в этом Он уже в 13 ломал сайты Дальше, как я понял, в 17 лет он взялся за ум И в 20 лет его как раз пригласили в компанию «Новый софт» Так вот, уже через два года он стал главой отдела разработок Прям вундеркинд какой-то Ага Ах, чё ж он такой вундеркинд-то уволился? Ну, есть видео Видеообращение, которое он сам сделал Смотрите Уважаемые подписчики И не побоюсь этого слова Друзья нашей компании Уведомляю вас о том, что я покидаю временно свой пост Мне необходимо полностью посвятить себе творчеству Но я вернусь С новыми, удивительными, потрясающими разработками Всем удачи Однако излишней скромностью этот парень не страдает Ага, тихо, Кузя Посмотри, если к его гладкому личику Приклеить усы и очки одеть Первоклассный курьер получается Секунду Тимур, а ведь ты прав Похож, зараза, а Ну а где нам искать-то этого? Нескромного вундеркинда Не знаю, Андрей Борисович Он после увольнения из компании квартиру продал Из всех соцсетей удалился Номер телефона поменял А кто на его место пришел? Его бывший зам Алексей Томский Спасибо большое Алексей Томский? А вы кто? Майор Шапошников Капитан Красавченко Неожиданно А в чем, собственно, дело? Хотели бы с вами пообщаться На тему вашего бывшего босса Семена Петрова Семене? Да Ну я уже год как его не видел, не слышал Он с нами со всеми оборвал контакты Так, а почему вдруг? Не вдруг Дело в том, что он не сам ушел Его вынудили В чем причина? Финансовые потери компании Мы вложили огромные средства в разработку Пиар и раскрутку одного приложения А какие-то никому неизвестные ребята Сделали точно такое же Ну и оно оказалось лучше по всем параметрам Естественно, пользователи скачивали его А что вообще за человек был, Семен? Ну как сказать, противоречивый Сделал много хорошего Даже в нашей компании открыл театральную студию Но был нетерпим Не умел с достоинством проигрывать Подождите, театральную студию? Что, прям серьезная студия? С гримом, с костюмом? Да, у нас был курс пластического грима Даже так? А случайно не знаете, где сейчас мог бы быть Семен? Даже не знаю Но как-то он обмолвился, что хочет купить плавучий дом где-нибудь на реке Да Пятую пристань Обходим Отдохлый номер Ну, нет этого слова Пятух, ну-ка, Гленька Вот он Э, уважаемый Уважаемый! Стой! Стой! Стой, я сказал! Упустили! Ну, что это делать-то? Так, не паникуй Я, кажется, придумал Мужик, нам нужен твой катер Пятерская ВД, полиция Что здесь в пределах, ребята? Извини, сорян, так надо Отвязывай быстро Давай, давай, давай! Тока, гони! Упустим! Давай, давай, жми! Давай, Тока, жми! Стой! Стой, говорю! Стой! Стой, стрелять буду на поражение! Тока, Тока, давай! Справа обходи, гони! Да, обхожу, обхожу! Стреляй давай! Да, не, я сказал! Тока, справа обходи! Обхожу! Стой! Стой, стрелять буду! Стой, стреляй на поражение! Готов! Давай, давай! Подгребать не могу! Лежать! Лежать, сказал! Ого! А это называется? Приплыли! А пистолетик-то? Ты зря выбросил! Все равно достанем! Здесь нойлис-то! Ничего у вас не выйдет! И вообще, о каком пистолете речь? Вы, Семен, недооценили нашу водолазную службу! Выброшенный вам пистолет, с одной реки достали! А из этого пистолета стреляли по Николаю Павлову! И по нашему сотруднику, кстати, тоже! Жаль не попал! Этот щенок Николай еще с вами связался! Кроме того, на изъятом с вашего катера ноутбуке были обнаружены следы изготовления поддельного сайта компании «Альфа Туб», через который Николай заказывал свой смартфон! Что, надбук-то не выкинул? В речку? Тоже ведь вариант? Для вас да, для меня нет! Там были годы работы! Все мои разработки! Я никогда ничего не храню в облаке! Знаю, чем это кончается! Вы расскажите об убийстве Нади! Ты уверен, что он нам поможет? Ну, Ра, Леонидовна говорит, что он в полиции работает! Куда бы кого не берут! Ну, не знаю, как-то стыдно о помощи просить! Типа мы слабаки и не справились! Перестань, пожалуйста! Мы запутались! Сколько у нас уйдет на решение? Полгода-год! А если смартик из магаза привезут? Ну, заберешь! За меня распишешься! Все равно оплачь! Все, я побежал! Попраздываю! Попраздываю! Значит, вы хотели убить именно Надежду! Послушайте, я не был уверен, что она умрет! Но знал, что получит сильные ожоги и, скорее всего, ослепнет! Откуда такой изощренный садизм? Я рассчитывал, что Николай все бросит и будет ухаживать за Надей! Думать забудет о приложениях! Но вышло все не так! Николай, наоборот, анонсировал новую версию! Путь Надежды! Надо же! Учитывая, куда привел этот самый путь саму Надежду, название нелепое! И после этого вы решили убить самого Николая? Ну, или вашего специалиста! Без него бы он не справился! Не по зубам задачка! Вы мне главное скажите, откуда у вас такая ненависть? По сути, молодым еще ребятам! Вы серьезно? Я все из-за них потерял, понимаете? Все! Репутацию, карьеру, деньги, будущее! Так а сами-то на что рассчитывали в итоге? Вернуться в компанию, но уже как триумфатор, а не как побежденный! Не было, что там показать! Бизнес – безжалостная борьба! Если тебя ударили и ты упал, поднимись и ударь противника в ответ так, чтобы он не встал! Да! Пожалуй, наступает век высокотехнологичных убийц! Умных, циничных, жестоких! Угу! А душа в комплекте входит! О душе я со священником поговорю! В любящей перспективе ты будешь разговаривать с закамерниками! О душе, о смысле жизни, о чем хочешь! Николашенька, я принесла тебе фруктов! Яблочки, апельсинки и этот вот, как он, гриф пруд! Там очень много витаминов! Тетя Нор, ну вы зря беспокоитесь! Я уже себя отлично чувствую! Коль, ты давай без бравады! Огнестрельное ранение – это всегда серьезно! Так что речись как следует! И Нору Леонидовну слушай, она плохого не посоветует! Спасибо! Это странное чувство! Какое чувство? Я потерял любимую, а нашел друга! На всю жизнь! Правда, молодежка? Конечно! Ты даже не сомневайся! Ты, главное, слушай меня! Увидишь, все будет прекрасно! Это хорошо, это правда! Видишь, кометы сгорающих звезд Знай, это я загадал сто желаний Строим из прошлого в новое мост Из поцелуев, надежд, обещаний Я головою твоих милых ног Губы мои тронешь нежно руками Пусть улыбнется сияющий Бог Пролетая над нами Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok